А это вам для справки. Это слайдик, который я зацепил в телеграм-канале интернет-аналитика. О российских медиапредпочтениях в течение дня. Это один из слайдов очень большого отчета. Но правда на российской фактуре сделанная. Сейчас я вам скажу агентство, которое эту аналитику делало. Раз уж мы работаем с видео, то источник точно у вас должен быть озвучен. Я помню, что я посылал ссылку на полный отчет ДОКУ и у себя тоже публиковал. Сейчас, одну секундочку. Терпите, коллеги, потому что это важно. Это не наше исследование, это исследование Делойт. Отчет Делойт по медиапотреблению и выводы, которые дают ребята из канала интернет-аналитика, они его тоже, правда, откуда-то из другого канала перепечатали. Главный источник информации – это интернет. Растет потребление со смартфонов и общение в мессенджерах плюс 40%. А главный интернет-ресурс для россиян – это ВКонтакте. Я так понимаю, что это то, что у вас сейчас Инстаграм, видимо. Значит, еще раз, это отчет Делойт, он в открытом доступе. У нас в зависимости от социального статуса и возраста, то есть, в Инстаграме… Ну, здесь на самом деле важно посмотреть раскладку по времени суток, она очень интересная. И было бы занятно посмотреть, что у вас происходит, да, то есть, вот мы видим, что утром у нас телек… Телек у нас также в прайм-тайм с 18 до 21 по-прежнему рулит, и с 21 до 00 в будние. Конкурируют за утренний слот с телеком радио, но, в общем-то, сопоставимые цифры у интернета – 28%. Видите, да? Это, наверное, люди с машиной и без. 100%. Значит, дальше, рабочий день, первая половина – 9% телек, 14% радио, 49% интернет. Понятно, почему. С 12 до 6, следующий слот, 54% интернет, все остальные нервные пульты в сторонке. С 18 до 21 интернет бьет телек, ну, не то чтобы как стоячего, но, в общем, на 8% это ощутимо. И даже в сегменте 21 до полуночи разница 5% в пользу интернета. Какой возраст был респондент? Разный, да. Я не помню реквизиты опроса. Еще раз, у Deloitte он лежит в открытом доступе. Если вам интересно, вы просто наберите медиапредпочтение «Россиян», отчет Deloitte. Но я никаких специальных credentials, никаких специальных доступов не покупал для него. То есть он просто прямая ссылка есть. Ну, вот, собственно, вывод, который я вам озвучил. А, вот у вас будет презентация, и будет ссылочка в презентации на этот отчет. Можете взять. Я, оказывается, о вас уже позаботился. Вдохнули, выдохнули, и у нас начинается с вами последний марафон на сегодня. Last but not least. То есть последний, но никак не по значению. Это прополка конкурентного поля. А если серьезно, то мы поговорим с вами о методах и параметрах анализа конкурентов. Если перед этим мы с вами говорили про... Если перед этим мы с вами говорили про работу с целевой аудиторией, ее анализ, ее описание по шаблону, и я выворачивал вам мозг, показывая, что то, что мы думаем, не есть то, что происходит на самом деле. Слушайте, а кому не лениво, сфоткайте меня, пожалуйста, потом на фоне этого слайда, потому что вот пока я рассказываю, у меня фотографий практически нет со всей этой историей. Можете выложить у себя, меня просто затегает. Мне нравится этот слайд, я горжусь тем, что я смог сугубо маркетинговые истории привязать к аграрной тематике. Я гордюсь с вами, да? Да. Минута к самолюбованию. Спасибо. Значит, тогда жду уведомлений. Я даже ради этого сториз освою. Хотя, правда, я осознаю, что это действенный маркетинговый инструмент, но сам пока не понимаю, как пользоваться. Меня уже убедили там три человека, что надо практиковаться, я сделаю над собой усилия, но нативно для меня это неестественное состояние производства контента, который живет сутки. Так, это в основе следующего блока лежат материалы сайта Power Branding. Автор этого сайта Оксана Моторина. Связаться с ней по электронной почте мне, к сожалению, не удалось, она не ответила. Но сайт существует, он доступен в сети, и мы с вами будем обязательно пользоваться при выполнении домашней работы. Ну, просто это хороший тон, это правильно. Я уведомил автора о том, что я прошу разрешения использовать материалы этого сайта. Копирайт этого сайта истек в прошлом году, они не продляли, судя по реквизитам, в подвале сайта. Крайняя дата 2017 год. Но, тем не менее, я понимаю, что оценка проделала огромную работу, собирая, классифицируя этот материал, и считаю необходимым отдать ей должное. Я не знаю лично этого человека, к сожалению, но этот сайт приводит меня в восхищение. Мы с вами начинаем с того, что проводим базовый... На цифры здесь можете не обращать внимания, они даны для примера. Мы проводим анализ общего уровня конкуренции на рынке. Кто готов стать жертвой для объяснения этой таблицы? Кому надо? Готовы? Что нужно? Значит, сейчас будем вместе думать. Так же, как мы думали предыдущую таблицу, с целевой аудиторией, так же будем думать сейчас здесь. Ну, у меня просто тоже ягода нечет. А? А, очень даже хорошо. То есть вы сможете друг другу дополнять. Да. Седр, сейчас начнем работать, увидим. Первое – это количество игроков на рынке. Какая сложность у нас возникает при ответе на этот вопрос? Мы все это не знаем, наверное. Даже до этого. Как их определить? Одна очевидная сложность – как определить границы рынка. Никто, кроме вас, этого не сделает. Это волевое усилие, в основе которого лежит ваша коммерческая стратегия. Что я советую? Я советую избегать ошибочно обобщенных формулировок типа «мой рынок – весь мир». Ребята, вот даже те, кто работают в Европе, очень четко говорят, что европейского рынка не существует. Существует чешский рынок, французский рынок, немецкий рынок. По факту Европу объединяют всего две вещи. Это евро как валюта и отсутствие границ. Внутри Европы единого рынка нет. И это очень важно понимать. Поэтому, если вы планируете выход на внешний рынок… Кстати, то, чем американский рынок выгодно отличается от европейского. Потому что американский национальный рынок, да, существует. Как вы думаете, почему? У них, наверное, много, одинаковая… Конкуренция. Один, всего один параметр, например, ключевой. Язык. А язык – это основа культурного кода. Поэтому общий американский рынок, который, на самом деле, включает в себя еще и канадский рынок, да, он есть. А общеевропейского рынка нет. Поэтому говорят, что российский рынок, да, очень большой, потому что… Да, в Китае. Да, в Китае, в Китае. Вот с Китаем, на самом деле, это очень большая ошибка. Там наречие, да? Потому что там огромное количество диалектов и принципиальные отличия в локациях. Итак. Ну, это, наверное, вот по поводу рынка, да, чтобы определить. Это, наверное, сразу нужно определиться с целевой аудиторией, да? То есть, ну… Ну, да. И тогда поймешь, какой у тебя рынок… Вот смотри, можно идти с двух сторон. Можно идти со стороны ЦА, можно идти даже с трех. Со стороны специфики продукта. Там логистики и так далее. А можно идти со стороны коммерческого понимания. Вот ты на какой рынок ориентируешься? Границы географические у него какие? Ну, Украина, наверное. Украина или Айдальская область? Ну, у нас Херсонская, ну, тогда, наверное… Южная Украина. Да, это будет правильно. Хотя, ну, пускай… Николаев, Одесса, Херсон, надо как отдельный… Вот здесь… Просто мы и на телеке были, вот интернет-канал, который тоже сфокусирован именно на эти регионы. Дело не в этом. Дело в том, что есть… Хотя приятно, конечно. Дело в том, что получается, что есть некая общность, действительно, и географическая, и культурная. И проект сосредоточен в этой географии. Итак, значит, с точки зрения географии мы обозначили… Это Южная Украина, Николаевская, Одесская, Херсонская… Запорожская. Запорожская. Ну, Запорожская область. У нас Запорожская область в проект входит? Да, конечно. Отлично. Мы просто два человека, которые попали, да, немножко… Не в ту область, но мы должны были быть в Херсоне-Запорожье, а мы сюда попали. Ну, у нас, получается, все равно как-то при Черноморье отделяется, а Запорожье – это уже Азовское море. И не из-за этого идет классификация Херсон к Николаеву Одессе, а Запорожье – это уже считается. Такие, если принятие географии, да? Считалось раньше, Запорожье туда, в Донецком. Ну, мы с вами включим, да? Пускай там четыре области. Четыре области. Все, да, хорошо. Значит, теперь нам понятны границы области поиска. Как вы думаете, почему взят пятилетний цикл? Ну, потому что у меняются тенденции, ну, как… Умница. Тренды, да. Потому что на пятилетнем отрезке можно посмотреть динамику. Там даже политическая стажа… Ну, то есть у тебя контрольных точек достаточно для того, чтобы выстроить хоть какую-то кривую, показывающую, что происходит, с широкими мазками. Если ты уйдешь в пределы годового цикла, он тебе не скажет ничего. Скажет, потому что в этом году так, в следующем году… Ага, потому что у тебя факторов риска больше. А если ты уйдешь в трехлетний цикл, то тебе придется уходить в нарезку кварталами, например, чтобы дать необходимое количество точек для того, чтобы получить динамику. Потому что это, ну, как бы… Сезон. Глот, сезон, да, то есть нужно по-любому год. Значит, пятилетний цикл. Понятно, откуда взялось пять лет. Дальше нам надо оценить количество игроков на рынке. При этом я рекомендую за точку ноль, то есть за настоящий момент, да, брать пятый год. То есть мы делаем ретроспективный анализ на пять лет назад. Пятнадцатый год. Да. Или пятый. Пятнадцатый. 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 Нет, сейчас, секунду. Тринадцатый. Тринадцатый. Тринадцатый минус пять. Тринадцатый год. У тебя есть информация по тринадцатому году, количество игроков на твоем рынке? Тринадцатый метод, это информация, ну как бы что-то было. Ты нельзя. Да. Отличный вопрос. Какие версии есть? Интернет. Где? Интернет – это сферический конь в вакууме, опять-таки. Конечно, да. И что он тебе даст? Я тебя спросил. Запрос. И что, вот куда он тебя выведет? Где, в принципе, может быть такая инфа? А какие-то исследования платные? Такие, обзоры рынков, выставки. О! Красавец! Совершенно да. Можно? На самом деле, как-то я не помню, где это затрагнулось, или в проекте, или нет. Как-то мы говорили о том, что определить там, что больше выращивает тот или иной регион, чего больше, чего меньше, кто чем занимается. На самом деле, какой-то четкой карты, вот даже по югу, ее нет. Этим никто никогда не занимался. Уже занимаются. Занимался раньше. И сейчас уже занимаются. То есть мы вздернули проект очень так основательно, именно этими таблицами. Туркин занимается проект, начал заниматься аналитикой. То есть у них можно будет взять эту информацию? Я не знаю, можно ли будет взять прямо сейчас, но я знаю, что мы вот на прошлом цикле, когда мы в Херсоне читали, мы же показывали те же самые таблицы, и возникали те же самые вопросы. Кроме выставок, какой еще ответ? Вот один ответ, явно человек в теме. Статистика государственная. Дело не в этом. Она не соответствует в абсолютных величинах, но динамику по ней можно посмотреть. Хотя бы плюс-минус валенок, нет? То есть на соку все клубно. Дело в том, что одесская область, она очень специфична, потому что очень много мелких хозяйств. Потому что много хозяйств, не зарегистрированных, которые вот в этих ягодах, а отчитываются в основном хозяйства, которые зарегистрированы. Поэтому основной рынок составляет здесь тех хозяйств, которые не отчитываются. Но там же статистика по хозяйствам. Статистика государственных органов. Ну хотя бы по крупным можем сориентироваться, можем по назначению земли хотя бы чуть-чуть. Нет таких хозяйств, которые крупные считаются. Нет? Ну и в этой области. А вот что вы скажете, например, за рынки? По регистрации экспортных операций можно. Это если у тебя внешние рынки? Это да. По внешним рынкам, да. То есть по твоему рынку да, можно. Ой, ребят, вы простите, я сорвался на израильскую манеру. Если кому-то некомфортно на «ты», скажите, пожалуйста. Мне сказали, что на сайтах крупных оптовых рынков есть эта информация. Крупных оптовых рынков только-только сформировались. Их нет. Не было раньше. Самый крутой инфошувар – это западная Украина. Вот мне ребята с Херсона сказали, что они знают какой-то рынок. На шумаре можно зайти посмотреть, где есть список компаний, чем торгуют. Но это компания, это опять же зарегистрированная. Еще раз. Понятно, что мы с вами не получим абсолютно достоверную картину. Нам бы динамику понять. Зачем? Вспоминайте первую сцену с мёдом. С мёдом? Ага. А что там? Даже чуть раньше, чем они выступали. У нас произошло одно очень важное событие. А, кто здесь мёд, да? Выбился один человек, который снимал очень маленькую нишу. Что он сделал? Он проанализировал предложение на рынке и понял, что его предложение в данный момент неконкурентоспособное. Я еще тогда сказал, что его подход не совсем правильный. Потому что он мог бы взять вот такую долю рынка путем очень фокусного, очень точечной проработки уникального торгового предложения. То есть он бы вас всех послушал бы, выбрал бы по крупиночке, что есть у него, чего нет у вас в силу объемов. И вышел бы с этим УТП. Ну, в принципе, ну, как бы делаем, кто-то делает. Ну, то есть мы мелкий производитель, да. И, ну, как бы, есть большие крупные фермерские хозяйства, которые, в принципе, там, ну, тем же занимаются, да, или примерно тем же. Но они не смогут сделать то, чего делаем. Но динамику вам надо, тем не менее, посмотреть и оценить. Так, а вот давайте-ка я вас чуть-чуть по, ну, скажем, не то, что математике, а по логике погоняю. Ну, а в сейском хозяйстве логики нет. Особенно в среде. Особенно в среде. Логика есть везде. Да, только она такая, там цены поднялись, там все кинулись, сворачиваются. Что означает вот этот график? Если мы в первой строке видим вот такой график, о чем он нам говорит? То есть, рынок в фазе бурного роста. Что нам говорит вот такая кривая? Понят, где по 9-й. А что по 2-й оси? Это уменьшение спроса. Ну, у нас здесь время, здесь количество предприятий. А, ну, количество предприятий. На какое время, это сколько предприятий? Увеличение рынка. Уменьшение количества предприятий. Почему? Что нам это говорит? Как мы это можем интерпретировать с точки зрения маркетинга? Что произошло с рынком? Конкуренция не конкурентоспособная. Отсеивается неконкурентоспособная. Нет, а рынок это же есть отсутствие спроса. Нет. Можно я скажу? Ну-ка. Это увидели, что что-то хорошо зашло, все там насадили, построили и так далее. Падает цена, и из-за этого становится не так выгодно, как в первых. Вот многие уходят от этого и бросают. Ну, на самом деле, если мы говорим вообще не применительно к аграрному сектору, думаю, что применительно к аграрному сектору будет работать примерно так же. Вот это картина зрелого рынка в фазе слияния и поглощения. Ничего. Слияние и поглощения. Объем рынка остался прежним, но крупные кушают мелких. То есть, это битва за кусок пирога. Здесь пирог еще не поделен. Здесь идет активная фаза дележки пирога. Потом наступает, ну, то есть, если рассматривать график целиком, он будет выглядеть примерно следующим образом. Идет фаза активного роста, потом плата. Что значит плата? Ну, чтобы плата в горах. Уже новая и какие-нибудь добавляемая, уже как бы все. Ну, фаза насыщения, скажем. И потом фаза слияния и поглощения, если рынок созрел, остается интересным. То есть, дальше, вот то, что док показывал про интернет вам, да, что насытился рынок, и дальше идет битва за внутри уже оформленного пирога. Здесь мы пирог еще набираем. На оплату пирог отстоялся. Вот эти сегменты рынка закрепились. Кто что держит. А дальше, те, кто оказались более прагматичные, везучие, дальнозоркие, они начинают поедать те, кто поменьше, высвобождая себе доли рынка. Так, на самом деле, даже первая строчка уже будет для вас очень информативной. Согласитесь. Следующее. Темпы роста рынка. Это вот когда мы находимся вот в этой фазе, да, или там вот в этой фазе, соответственно. Определить в процентах нам это, конечно, будет проблематично, потому что у нас мало фактуры с вами. Ну, объективно, я так понимаю, что объема первичной информации, социологической, в стране есть очевидный недостаток. Да, но примерно прикинуть темпы роста рынка по оборотам продаж мы, наверное, можем по объемам продаж. Есть где-то информация по объемам продаж культуры? Ну, может, штуаре, наверное, оптовый рынок или столичный, или, может, ну, я не знаю. Ну, то есть можно попробовать поискать, скажем так. Да, может, останье там два рока хрени, да. Да, можно что-то поискать. Ну, то есть какой-то, опять, ребят, даже если у нас будет погрешность, даже если она будет далеко за пределами социологической погрешности, да, но у нас будет какой-то тренд понятный, мы хотя бы будем понимать, в какой фазе у нас рынок, да, и по идее у нас вот эта штука, она должна биться, понимаете, да, что если у нас рынок вышел на фазу насыщения, то есть фаза взрывного роста прекратилась, то это должно биться с фазой плата. Если у нас идет динамичный рост количества компаний, у нас должен идти и набор объемов рынка. Если мы видим, что у нас идет набор объема рынка без роста количества компаний, значит, у нас есть отличная возможность. Количество товарных групп. Что такое товарная группа? Ну, вот то, про что мы говорили, удобрения такого-то типа, ягоды определенного типа. Мне рассказали, что есть замечательная товарная группа «Борщевой набор». Это товарная группа. Мы можем посмотреть количество товарных групп, которые в нашем сегменте, в нашей сфере интересов. Да, то есть, ну, допустим, была одна ежевика, потом добавилась там, я не знаю, или там была малина, стала малина плюс ежевика, добавилась еще потом, без учета ассортимента, не ассортимент, а опять мне рассказали, что есть такой чудный термин «сортимент». То есть, совокупность сортов. Есть? Ну, это ассортимент дыни, например, ассортимент дыни. Да, 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 вот это у меня предыдущая группа. Значит, вот мы можем посмотреть количество товарных групп. Видите, было одна, два и вышла на плата. То есть, закрепилось три товарные группы, вот в данном конкретном примере. Я не так поняла, как товарные группы, я так поняла, это принципиально что-то разное. Ну, там ягоды, бахчевые, большевой набор, правильно? Нет, мы смотрим внутри нашего рынка. А, внутри нашего рынка? Да, конечно. То есть, это там ежевика, голубика, малина, крупния? В нашем случае, да, зачем нам то, с чем мы не конкурируем? Я думаю. Дальше. Мы смотрим количество товаров внутри товарной группы. Ну, я не знаю, на ягодах моих знаний не хватает, как можно эту самую... Можно ранняя ягода, средняя, поздняя, по времени получения, там, раньше... Вот это то, что вы должны подумать, да, то есть, как... Нет, скорее всего, по срокам созревания, допустим, вот как... Одновременно созревает, ну, грубо говоря, там, малина с клубникой. Да, это может быть, когда заканчивается клубника, начинается малина. Вот, как бы, по срокам созревания, потому что потребитель... Допустим, если много абрикоса, то он покупает меньше персика. Если абрикос не урожай, то, естественно, он больше персика ест. Вот, я думаю, что это так, скорее всего. Мне кажется, это можно по голубике упакованные в лоточки и насыку. Это совершенно разный товар. Может быть... Да, разная товарная группа, да? Нет, это одна товарная группа, это все голубика. Но это голубика такая, сякая, и накосякая. Да, или в таре по полкило, кило, там, 200 грамм. Или вообще в пакетике для сумконошения. Да. Дальше мы смотрим. Количество товаров в товарной группе. То есть, вот мы по голубике можем посмотреть, что начинали с голубики в Россет. Потом начали фасовать, там, допустим, по кило, поняли, что кило не пошло, добавили по полкило. Потом поняли, что голубика, это лакшери сегмент, стали делать упаковочку, как в Китае поставляют черешню. Мне рассказали ребята из Херцона, которые занимаются работой с Китаем. Для меня открытие было, что в Китае черешня, она очень, очень, не просто дорогая, а очень дорогая. Ее поставляют в коробочках, обитых бархатов, как шоколадные конфеты, упакованные по одной штучке. То есть, типа, 10 штучек, и это стоит безумных денег. И на Ближнем Востоке любят темную. Ну, а для меня это, ну как, я живу в стране, где ты там за несколько шекелей покупаешь вход в этот черешневый сад, в урожай, и ешь столько, сколько можешь съесть. В Европе появился там томатный набор, тоже лакши, там чуть ли не в виде сердечка, и там тоже они так подали. Ну, мы разбирали с ребятами, опять в Херцоне, мы с ребятами разбирали, что нужно, например, чтобы вывести яблок в сегмент лакши. Средечки, в форме сердечки. Уже рассказали? Не, 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 я видел просто. Ну, вот как раз с ними разбирали этот кейс, что это израильтяне придумали придавать форму. Квадратная арбуза тоже? Или клеят наклейки еще и там смайлик и все. Ну, это не так прикольно, как вот именно фарфовка. Потом снимаешь наклейку, и на самом яблоке смайлик. Да? Загорает, да. Прикольно. Вот до этого, кстати, херсонцы не дошли, а это тоже фишка. Вот. Значит, анализируем по товарам. Понятно, зачем мы это делаем, да? Потому что мы можем посмотреть, как у нас, какой товар в товарной группе, в какой момент вошел, в каком количестве и так далее. То есть мы видим, например, что товары в товарной группе номер 2, они, во-первых, появились после товарной группы номер 1 на рынке с опозданием. То есть, вероятно, это догоняющая продажа какая-то. И, во-вторых, количество товаров в товарной группе 2 проигрывает количество у товарной группы 1, потому что в товарной группе 1 было время разогнаться. И вот они компенсировали чуть-чуть этот отрыв. Смотрите, да, как интересно. 7, 9, 12, 6, 8, 14, 15. И вот они сравнялись на пятый год. По 24. То есть, явно здесь была догоняющая стратегия. Но, опять-таки, явно они шли, копируя товарную группу 1. И явно под нее целились. Значит, по товарной группе 3. Да, тоже догоняющая стратегия. Причем, видно, что они ориентировались вот на этих ребят. И дали очень быстрый рост с года со 2 на 3 год. Вот начало замера. Значит, сохранили эту динамику на 4 год. Но не успели догнать лидеров товарной группы. Дальше смотрим. Количество товаров на одного игрока постоянно растет. То есть, понятно, что в рынке стратегия на расширение ассортимента. И количество товарных групп у одного игрока. Мы видим, что рынок встал на цифре 3. Вот он здесь. Как встал на третий год, так он, в общем, не менялся. Понятно, как работаем с общим анализом? Понятно, сколько мы информации можем взять только даже из первой строчки. Поехали дальше. Эта карта конкурентов, она сложнее. Поэтому я вам про нее чуть-чуть расскажу. Но я не жду, что вы будете с ней работать. Потому что здесь нужно четкое понимание темпов роста. То есть, вторая строчка. А мы поняли, что у нас по второй строчке есть дефицит информации. И четкое понимание доли рынка. И тогда мы можем разбросать конкурентов. Посмотреть темпы роста. Долю рынка. Определить себя на этом рынке. И посмотреть, куда мы хотим переместиться. Просто имейте в виду, что есть такой инструмент, как карты. Переменные могут быть разные. Оно очень удобно для позиционирования, на самом деле. Но очень требовательно к исходным данным. Это анализ предложения. Берем раскладку по товарным группам. И просто пробиваем по списку конкурентов, есть или нет. Ну, то есть, как минимум, просто проверяем, с кем мы бодаемся в одной товарной группе. Такое же у них или не такое же? Да. Но цветовой маркировкой мы можем оценить, допустим, качество. Ну, вот мы видим, что у нас на товарной группе номер один у нас просто лютый замес. А белое про белый? Белое, значит, что нету. На товарной группе пять, она, видимо, недавно появилась. У нас есть и есть только у одного конкурента. Значит, в товарной группе пять можно дышать. Да, потому что товарная группа один и товарная группа три просто адский замес. Можно, чтобы я уже до конца поняла, можно ли разделить товарную группу, например, там, ягода ранее, ягода там в сезон массовая? Ребят, кто ягодами в аудитории занимается, поднимите лап, пожалуйста. Раз, два, кто еще с ягодами имеет дело? Обсудите, ну, правда, я не могу понять состав товарной группы. Я не знаю, как ее можно сгруппировать. Просто прийти примерно на чем-то другом, на каком-то ходовом продукте, понятно, на каких-то тоже там саповая группа. Как делится товарная группа? Ну, хорошо, давайте возьмем товарная группа, приложение для автоматизации работы с клиентами. Так, хорошо, на кроссовках беговые, трекинговые, на каждый день для зала бегового. Еще раз, беговые, для зала, для хайкинга, для прогулок. Пример, у нас вот с салатами тоже, ну, только что понял, эти группы идут, салат идет на опт, салат идет в розницу и салат идет в ресторан. То есть один и тот же продукт, только у нас на каждой товарной группе свой конкурент. Думаю, что да. Думаю, что да. На кроссовках разобрались, то есть это все кроссовки. Это обувь, но она разного. Нет, это не обувь, это кроссовки, товарная группа. Разного назначения. Тут надо создавать матрицу товара, по матрице рыбы. А можно мне тут задать вопрос производитель? Вот в Европе уже дошли до того, что на фруктах информация на упаковке, там содержание сахара и кислоты в продукте, там не описано. А вы к этому не готовы? В чем это? Там содержание, там насколько кисло, насколько сладкий продукт. Вот те же яблоки, овощи, фрукты и яблоки. Для чего? Кисло, сладкий продукт. Это лаборатория, да? Ну вот потребитель якобы читает это вот интересно. На рынке пришли и попробовали. На упаковке прямо написано, вот даже яблоки, сколько там сахара, сколько кисло. Наши инициалы все-то нравятся. Все, украшенцы. Если требуется, если будет необходимость, то есть необходимость в этом, мы это сделаем. Сейчас этой необходимости нет, и она даже не просматривается, даже приблизительно. Скажем так, еще одна сторона медали, что нам за это будет? Это уголовно наказуемо, да? Или это просто лояльность покупателю? Ну просто там те же яблоки, кто любит сладкий, кто так есть, кто сладкий. Пускай придет попробует. Ну с ягодами здесь хочет, нужно попробовать. Дают пробовать. А в супермаркете? А если в супермаркете? Пробую, честно говоря, пробую винограды. Да, виноград пробую. Но они не целятся в супермаркете, ни одни, ни дорогие. В супермаркете наша цель как раз адресная доставка, где есть возможность попробовать. Людям будет гораздо более интересно знать, как выращена эта ягода и где. Они больше за это переживают, чтобы там не было химии. Есть ничего, мы тоже органик-продукт, например. Да. Значит, смотрите, ребят, мало времени, не тормозите. Думаю, что у нас все куплено, и можно купить органик-стандарт без проблем. Люди думают именно так. Мы знаем, что это не так. А люди думают, которые не приближают к целям, они думают, что, ой, так как думаешь на цепь. И у них одно понятие органик, эко, био и круче. Вот это, кстати, могла бы быть обалденная статья. Экспертная. У нас закон приняли. У нас было много таких результатов. Подожди, еще раз. Могла бы быть обалденная экспертная статья или блокпост. А разница? Органик, эко, био. Огонь. И главное, читали бы. Реально. То есть, сделать простую табличку, переменные загнать туда, чем отличаются. Если кто-то поставит, там, органик, это, 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 там, эко, это, это, био, это, это, это. И по комментарию, буквально, там, по два абзаца на каждый пункт. Оганитировано только органик. А эко, био и прочее, это выставляет каждый производитель самого продукта. Еще раз тебе говорю. Таких статей несколько. Эко, био и органик. Почему разница? Ну, а у нас есть. Это много, да. Потому что разные, разные страны к разному делаются. Чтобы внедрить это в свою. Вопрос классификации в каждой организации свой. А читают, посмотреть статьи? Это тоже самое. У нас есть громадская организация Органичная Украина и, там, органик, как? Органичный ру. Органичный ру. Федерация Органичная рука. И в каждой из этих организаций своя квалификация. Вот тут, на самом деле, с организациями отдельный кайф. Потому что у вас все это тоже работает. Значит, дальше. Конкуренты. Анализ цен. Очевидно, что, когда мы отстраиваемся, ценовая политика имеет принципиальное значение. Берем четыре основных сегмента для простоты. Каждый можно в скобочках обозначить в абсолютных величинах, чтобы себе проще было. Тот же список конкурентов. И смотрим, в каком ценовом сегменте, какой объем предложений. Вот здесь мы видим, что основное предложение сосредоточено в middle price. Провал в премиуме. Одно буквально предложение. Но и low price не особо. То есть основа это middle price потребление. Да, то есть вот эта табличка, она нам тоже даст очень хорошее понимание, где конкуренты по цене. Ну и наше родное, родное, любимое. Анализ пиар-активности и прямой рекламы. Ну то есть здесь слэш должен быть. Анализируем по носителям. Вот этот носитель я сейчас рекомендую уже разбивать с учетом ваших знаний. Помните, док говорил семь дорог? Вот вы можете сюда вместо вот этого, да, внести семь дорог. Прямой телегиональный отрезок док. Ну вот вы можете оставить отсюда то, что вы считаете релевантным, но обязательно учтите доковские семь дорог. Значит, свои бюджеты вы знаете. Бюджет конкурента вы, скорее всего, не знаете. А? Нет, скорее всего. Посчитать можете, на самом деле, если не лениво. Но, как минимум, вы можете зафиксировать, использует конкурент этот канал. И если использует, то как? По краткому описанию вы можете определить. Плюс-минус валенок его бюджет. То есть если его по описанию бьется его компания на телеке с вашей компанией, значит у вас затраты где-то как-то одинаковые. Если его ролики реже, значит у него затраты меньше. Ну хотя бы так вот, на чисто бытовом уровне. Но, опять-таки, в зависимости от того, в какое время он стоит. То есть что надо, когда мы ролик описываем. Сколько раз выходит, в какое время, в каких программах, на каких каналах. На региональном ТВ то же самое. Когда мы интернет анализируем, мы берем подробнее, поскольку мы с вами уже знаем, что интернет – это не единый канал, а совокупность каналов. И тоже мы, имея информацию по бюджетам, допустим, на агентов влияния, мы можем прикинуть, кто их упоминает, упоминают ли или не упоминают, используют ли они вообще инфлюенс-маркетинг. Просто у этого типа маркетинга есть свое название. Маркетинг через агентов влияния. Инфлюенсер-маркетинг. Или не используют. На самом деле, есть по разным странам такие таблички бюджетов на инфлюенсеров. Можем посчитать охваты тип присутствия. То есть упоминания, баннер, блокпост и так далее. По наружке можем сориентироваться, если у кого-то есть. Потому что у нас были в группе люди, которые делали наружку, например, внутри рынка. А было одно потрясающее хозяйство, которое делает на своем прилавке, на розничном рынке, инсталляцию фотографий об истории этого урожая. Они говорят, что как только они начали это делать, существенно подняли оборот. А что, выращивают? Слушайте, я вот конкретных кейсов не помню. Надо спрашивать Наташа. Просто фотографии. Просто фотографии. То есть у них прилавок, так фотки, так фотки развешены. Это то, чем люди интересуются. Кто-то ненаглядно могут увидеть, что это их производство, их хозяйство. И очень-очень на это ведутся. Они говорят, что реально заметили изменение оборота. Вот. Ну, то есть, как минимум, вы прочекаете, по каким каналам продвигаются конкуренты. Это тоже очень важно. Только интернет, я говорю, разбивайте, пожалуйста, более подробно. Ну, и наружку вы можете разбить, потому что вот то, что они сделали, по факту, это наружная реклама. Но вложение в нее минимальное, то есть на уровне полиграфии. А был парнишка, который занимается, как раз, по-моему, удобрениями. У него с собой был альбом. Сразу. Чуф. Он говорит, вот мой выставочный материал, я с ним всегда работаю. И если приезжаю к клиенту, я показываю. И если на выставке я должен пообщаться, я показываю. Очень убедительно смотрелось. Я им свою папочку показывал, с которой я работаю. А они мне в ответ, вот несколько человек, смогли показать свою эту булочку. Вот. Причем, ну, это как бы расходы, да, но небольшие. Регионы продвижения, видите, да, тоже важно по конкурентам посмотреть, потому что, может быть, они делают акцент там не на четырех областях, а на какой-то одной конкретной области. Значит, в этой области они конкурентами являются? Ну, вот. Это значит, что, например, можно взять тот же самый канал, но отыграть в другую область. Или посмотреть, попытаться понять, почему они взяли в разных областях разные каналы. и попробовать сэкономить на количестве ошибок, просто подумать над тем, как они выбрали свой медиаплан. Почему они здесь предпочли эти площадки, здесь эти площадки, здесь эти площадки. Можно просто скопировать. Помните, гениальные художники воруют. Что такое метель активной, знаете? Знаете эту аббревиатуру вообще? Белова-Лайн. Расскажу занятный маркетинговый анекдот. Когда-то в очень крупной, по-моему, автомобильной компании планировали маркетинговый и рекламный бюджет. Они сначала расписали традиционные каналы продвижения, наружку, телек, прессу. Это давно было. Первый план 20-го века, если не ошибаюсь. И у них осталось денег. Тогда директор по маркетингу провел черту. И оставшуюся сумму расписал на разные неожиданные формы продвижения. Такие как акции специальные, бонусные программы, скидки и так далее. Там презентация, брендовые шоу. И с тех пор классические инструменты продвижения называют бюджетом under the line. Кстати, интернет долгое время относился к бюджетам below the line. До тех пор, пока не прошла адаптация технологии. А сейчас интернет уже устойчиво является каналом under the line. А всякие там бонусные истории, программы лояльности и так далее относятся к бюджетам below the line. То есть над чертой, под чертой. История очень простая, да? Допланировали черту, подвели остаток, посчитали и посмотрели, на что мы его можем потратить. Так появился термин below the line. Знаете аббревиатуру свод? Я кстати рассказывала. Да. Вспоминайте. Страилс? Weakness. Weakness. Opportunity. Opportunity и... Threat. Threat. Сильная сторона, слабая сторона возможности и угрозы. Дальше мы делаем на основании всех вышеперечисленных аналитических таблиц сводную в формате свод анализа. То есть к тому моменту, как мы сюда пришли, у нас уже достаточно информации для того, чтобы мы могли посчитать в сравнении с конкурентом наши сильные и слабые стороны. какие у нас есть возможности и что нам мешает. Ага. Вот эти по три плюс, три минус, то, что мы делали домашнее задание, мы с вами писали? Нет. Мы не писали в домашке свои сильные складываются, мы писали только... Очень хороший вопрос, спасибо, что вы меня к нему вернули. Значит, домашка была призвана вас столкнуть со сложностями отсутствия структуры анализа. То есть в домашке вы должны были схватиться за голову и дойти к мысли, что, блин, сложно описать плюсы и минусы. Это капец. И я вас должен был через это состояние привести сюда, к этим таблицам, чтобы вы в этих таблицах испытали потребность. в формализованных инструментах описание конкурентного поля. Ход понятен? Да. Почему я говорю, что те... Да. В домашке было сильные, слабые стороны предложения ваши. Нет. Нет, по три. Выберите трех конкурентов и сформулируйте три, с чем они сильнее и слабее вас, по три пункта к каждому. У вас по сильнее и слабее. Да. Сильнее и слабее второго. Нет, было просто сильнее и слабее. Я очень четко формулировал, вполне осознанно формулировал задачу, так, чтобы она вызвала у вас сложности. Потому что мне было нужно, чтобы вы вот к этой теме пришли с пониманием того, зачем эти таблицы. Потому что это одна из самых нудных тем этого курса. И в то же время одна из самых нужных тем этого курса. Потому что вспоминайте, помните, там был слайдик, где красный человечек уголочек отворачивал и говорит, в кого целиться. То есть, прицелиться технически не такая проблема, как определить куда. Да, вот все, что мы сейчас делали, это вопросы позиционирования. Определение своего места на рынке, исходя из характеристик целевой аудитории и исходя из описания формального, описания конкурентов. Домашняя затыка. Да, ваше опоздание по домашке, оно, скажем так, не фатально. Потому что то, что вы не сделав домашку номер один, вы просто увеличили себе объем геморроя на домашку номер два. Те, кто сделал домашку номер один, у вас уже есть исходники, с которыми вы можете работать над домашкой номер два. Значит, вот здесь у вас три полезные ссылочки, любую из которых вы можете использовать для создания хотя бы одной байерст-персоны. То есть, я вот сейчас вижу счастливого человека, которого будет ненавидеть вся аудитория сегодня, потому что первая домашка у него практически сделана. Так у него один представитель, а ему надо еще два, то есть, ему там же много... Давайте так. Минимум один в норме. Ну, то есть, со студентов я бы требовал три. Минимум один. Давайте мы бы там скидочку там немножко. Ну... Ну, у вас три инструмента на выбор. То есть, вот, например, наша таблица, которую мы делали, да, техкомлабовская, она на русском языке. Если будут проблемы, вроде как мне инженеры сказали, что они починили эту штуку, и она теперь в Украине корректно работает, если будут какие-то сложности, вы мне скажите, мы с вами что-нибудь придумаем. Ладно? То есть, в идеале она должна вам отослать на вашу почту заполненную форму. У меня там что-то еще спрашивают, где-то не порегистрировали сегодня. У меня ничего не спрашивают. У меня спрашивают только, чтобы вы заполнили там 4 строчки о себе. Я нажимал «Загрузите», но там спрашивают почту, разные данные. У кого? У Хабспота. Имя, фамилия, да. У Хабспота, да, у меня проще. Хабспот, конечно, Хабспот собирает о вас информацию, чтобы они могли как-то с вами взаимодействовать. Вдруг вы придете, например, на их CRM. У них же очень хороший серый рынок у нас родился. Что в итоге? Мы определяем свою целевую аудиторию, делаем анализ конкурентов. Надо сказать, без каких примеров. Значит, в идеале 3, минимум, которые примут за засчитанную работу, 1, но нормально проработанный профиль. То есть, это надо ци профили выгрузить в Word, да, там, и выяснить, в каком... В идеале, да. В идеале вы мне даете... Нет, ну, предел моих мечтаний – это Google документы. Кто-то вот один, по-моему, даже это сделал в группе. Только не умеет даже с ним работать, никогда его не видел. Ну, в идеале, да. В идеале вы делаете файлик и присылаете мне. А первичный анализ конкретного поля – это по всем вот этим пунктам, чтобы мы только подкодили и свод, ты... Нет, сейчас я покусаю кого-то. Вот это, общий. Вот этот. Вот это, да. Первичный анализ конкурентного поля. Нам нужно сделать общее. Да. А группы надо расшифровывать или просто один? Не задавайте много вопросов. Ну, как это не задавайте? А мы сейчас придем до розыки... Нет, да, конечно, надо расшифровывать. То есть... Чем понятнее... Еще раз, ребят, чем понятнее вы сделаете, тем развернутие обратную связь от меня получите. Можете вообще иероглифами написать, но тогда я вам иероглифами отвечу. Значит, вот здесь вот есть статья. Прочитать всем. До того, как вы зададите мне хоть один вопрос по маркетингу, вот по анализу конкурентов, прочесть эту статью. там разобран конкретный кейс, таблички из которого мы использовали с вами сейчас на занятии. До какого часа можно задавать вам вопрос? Ну, в группе писать. Ну, до поломочек можно. Обратите внимание вот на эту ссылочку. У нее потрясающая коллекция шаблонов. То есть вот весь анализ конкурентного поля у нее задан шаблоны. Вы можете взять и реально использовать. На этой оптимистичной ноте 16 часов 23 минуты.